Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Вот хочу озвучить мою старую 2012 года, 26 апреля, опубликованную статью номер 3 про молоко. Кратко она называется так. Ответ читателям на важные вопросы. Сахарный диабет пиротипа и островки Лангерганса. Антитела и антигены. Молозива матери. Тяжелая вода и так далее. Ну а подробно следующим образом. Ответ читателям и слушателям на важные вопросы. Чем же мертвые аминокислоты отличаются от живых? По вкусу ли живые аминокислоты патогенным микроорганизмам кишечника? Сахарный диабет пиротипа и островки Лангерганса, как белковые молекулы антигены, могут добраться до островков Лангерганса, чтобы вызвать конфликт антигена-антитела. Если белки разбираются до аминокислот в желудке и перестают быть антигенами. Молозива матери и так далее. Добро в здоровье, уважаемые коллеги, читатели, слушатели. Я решил привести ниже очень важные, на мой взгляд, вопросы двух читателей и ответить на них. Приведу эти вопросы целиком. Первый вопрос. Добрый день. Мне очень нравится ваша профессия и ваша честная позиция ученого. Я сам мечтал быть биологом, но не сложилось, стал физиком. Сейчас мы живем в интересное время, когда физика перестала отрицать реальность биополей. Биология открыла механизмы создания дифференцировки клеток организма с помощью торсионных полей, а философию стали уважать. Так как она 200 лет тому назад открыла первоматерию, из которой состоят все частицы, волны. Это пространство и время, которые с одной стороны идеальны, это всеобщие категории бытия, а с другой стороны материальны, так как являются источником всей материи. Я имею ввиду философию Гегеля. Биология особая наука. Она имеет объектом живое в его многообразии. Каждый живой организм имеет дух того или иного уровня. Та самая абсолютная идея, которая создала материальный мир и которая продолжала свое развитие во времени, в этом созданном мире. Лет 40 назад я читал одного крупного американского биолога Мессоровича. Он утверждал, что если представить клетку как только сложную систему химических молекул, ничего нельзя будет понять в жизнедеятельности клетки. Нужно постулировать наличие у клетки души в форме пусть самой простейшей частички целого. Мне кажется, что биолог самый счастливый человек, который имеет дело с самыми интересными объектами, в которых живет и развивается божественное начало. Но до сих пор здесь очень много загадок и несоответствий тем законам, которые открыты в биологии. Вот, например, лежит в своей раке Спиридон Тримефунский несколько сотен лет. Кровобращения нет, гормональная система не работает, а температура тела поддерживается 36,6 градусов Цельсия. Не работают открытые учеными законы. Другой пример. Клеймят преступника, показывают ему раскаленное клеймо, а потом ударяют его холодным клеймом. Получается ожог как от раскаленного. Откуда у организма взялась энергия на производство ожога собственными силами? В теме сыроедения для меня есть несколько вопросов, на которые вы, может быть, знаете ответ. Авторитетные сыроеды утверждают, что денатурированными белками питаются паразиты и клетки-радикалы самого организма. Здоровые же клетки питаются только живыми белками. Питаются в смысле усваивают. Если перейти на сыроедение, то начинается гибель от голода паразитов клетка-радикалов. Иногда их называют клетками-эгоистами, которые не слушаются сигналов организма. Для меня непонятно. Если денатурированный белок разобран в желудке до аминокислоты, то чем эти аминокислоты отличаются от живых? Это другие изомеры. Почему паразитам не по вкусу живые аминокислоты? Они что, из другого теста сделаны? Почему им только денатурированные подавай? Некоторые утверждают, что и глюкоза может быть живой, и денатурированной. И дистиллированная вода, нагретая до 100 градусов, навсегда становится мертвой. Извиняюсь за длинное сообщение. С пожеланиями успехов и процветания. Пинко Владислав. Вот второй вопрос от другого читателя. Здравствуйте, уважаемый коллега Юрий Андреевич. Я с удовольствием прослушал ваш семинар от 13 марта и еще раз порадовался за то, что среди сыроедов, а мой стаж составляет 1 год и 10 месяцев, появился профессионал. Однако у меня к вам вопрос по части патогенеза диабета первого типа. Если я правильно вас понял, вы полагаете, что антитела на казин коровьего молока распознают и атакуют компоненты островков лангерганца, что приводит к их дегенерации. Однако у меня вопрос, каким образом индуцировались антитела казину? Он не может проникнуть в организм в виде белковой структуры с антигенными свойствами, в данном случае даже иммуногенными свойствами. Вначале белок должен протеализировать вплоть до аминокислот, а затем потерять свои свойства, индуцировать специфические гуморальные антитела. Если же вы имели в виду антитела типа, то трудно представить, как они добрались до островков лангерганца, будучи индуцированы не в поджелудочной железе. Буду очень благодарен за ответы и комментарии. Надеюсь, с вами познакомиться очно в июне, тем более, что мы с вами почти соседи. У меня участок земли в Тверской области, Сележаровский район. Добрых вам мыслей и побуждений. Горановский Николай Николаевич. Что ж, благодарю вас, Владислав, простите, не знаю отчество, и Николай Николаевич, за добрые слова в мой адрес, а также за такие интересные, важные для многих людей вопросы. Мое предисловие. Я бы хотел от всей души поблагодарить всех читателей и слушателей за высокую оценку моей деятельности, моих трудов. В данный момент я пишу книгу, куда войдут мои статьи, вышедшие на оброски новых и будущих, о питании, о биологии человека, в доработанном виде. С учетом ответа на ваши дополнительные вопросы и комментарии. Мне пишут люди самыми различными идеями, недугами, спрашивают советы, просят разобраться и делятся своими наработками, своим опытом, личными достижениями. Тем самым появляется и растет доказательная база очевидности теории адекватного питания, основанной на констатации законов природы и честных научных данных. Есть в планах и создание тематических видеороликов, аналогичные тем, которые уже выложены в сети мною, с моим участием, которые будут размещены на моем сайте, блоге, а также на канале в ютубе. Писем я получаю очень много. Прошу понять и не обижаться, если кому-то не отвечу, или отвечу не сразу, просто я не в состоянии ответить на эти вопросы, поскольку я очень занятой человек, загружен неотложными делами. Мне правда очень трудно порой. Но тем не менее я стараюсь отвечать, насколько позволяют обстоятельства текущего времени. Но все ваши письма важны и не останутся без внимания в конечном счете и без ответа. Очевидным решением ответить всем может стать написание мною тематических статей по интересующим вам группам вопросов. Вот перед вами первая подобная статья. Выше приведенные вопросы данной статьи являются комплексными, грамотными, емкими. Эти вопросы как бы обобщают запросы очень многих людей, которые интересуются сходными темами, глубоко анализируют, хотят понять основу основ и присылают мне вот такие емкие письма. Я постараюсь ответить на текущие вопросы комплексно, а в конце статьи конкретно по акцентированным вопросам, приводя для наглядности их главные части. Итак, ответы на вопросы. Первый подраздел – сахарный диабет первого типа, козеин. Начну с этой темы. ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, уже давно пришлось бы признать тот факт, а научные данные исследования проводились многократно в разных странах и в полном объеме, что именно протеин, бета-козеин, коровьего молока является причиной возникновения сахарного диабета первого А типа. Если бы не найденная и не принятая специальной комиссии по данному вопросу отговорка и апелляции на то, то, что японцы тоже, хоть и в меньшей степени, нежели большинство иных народов, но все же заболевают данным типом диабета, хотя не потребляют молоко животных в пищу исторически, на что и ссылались заинтересованные лица и некоторые ученые, не принявшие во внимание глобализацию, коснувшуюся и японцев, и приведшие в последние два-три десятка лет к некоторому изменению рациона их питания. Реальные же факты говорят об обратном и лишь подтверждают то, что причина в молоке, и исключений нет. Профессионалам и медикам очень рекомендую проанализировать научные и медицинские журналы, в которых подробно и честно ведущими учеными мира эта проблема уже давно освещена и в полном объеме. Просто эту информацию вследствие потребления молока не дают широкоглазки и попросту скрывают, поскольку международные корпорации не заинтересованы в правде, здоровье народов, в закрытии многомиллиардных индустрий и прекращении своего могущества. Вот некоторые из данных научных медицинских изданий с 70-х по 90-е годы были произведены тысячи важных исследований, после 90-х практически прекратили финансирование подобных научных работ. Знаете об этом. Так вот такие медицинские издания как? И существуют десятки других изданий, в которых опубликованы научные труды многих ученых о десятках системных заболеваний органов и тканей, возникающих напрямую и вследствие употребления молока и молочных так называемых продуктов людьми, особенно детьми. И даже в самом авторитетном журнале мира, Nature, а в данном издании могут публиковаться только самые известные ведущие ученые мира, мировые светила, многие из которых еще объективны и честны, но таких просто не показывают по телевидению всего мира в качестве экспертов, поэтому они известны только очень узким кругом специалистов. Так вот там опубликованы неопровержимые факты о вреде молока и молочных продуктов, о чем я уже писал в своих статьях, о чем говорил Вальтер Вайс, демонстрируя цифры и графики. Но вернемся к японцам, к лактозе и к козеину. Для тех, кто еще не в теме, во-первых, посмотрите обязательно и первую, и вторую мою статьи, они уже озвучены, так же, как вот сейчас я озвучиваю, и вы слушаете, я надеюсь, вот эту третью часть, и тогда вы многое поймете. Так вот, если не акцентировать внимание на ниже приведенном факте, то многие могут подумать в своем желании оправдать потребление любимого молока или просто по привычке перепутать понятие явления процесс усвоения лактозы с процессом усвоения козеина. Так и с галактозой. Это то же самое, что с лактозой. Речь идет не про индивидуальную или национальную непереносимость молока, о которой постоянно говорят врачи и те обыватели, кто любит заливать в детей молоко животных, повторяя за врачами фразы, не понимая, про что идет речь, ведь речь идет не про отсутствие фермента лактазы, разбирающую лактозу, то есть молочный дисахарид, на моносахариды, глюкозу и галактозу, и как следствие невозможности усвоения лактозы с вытекающими последствиями в виде дисбактериоза, поноса, боли в животе, пучения и иных видимых проявлений непереносимости лактозы, а речь идет про реакцию любого человеческого организма на попадание в него чужеродного молочного белка козеина. Фермент лактаза у многих европейских народов долгое историческое время потребляющих пищу молоко коров еще какое-то время после отнятия детей от материнской груди вырабатывается, хотя и в небольших количествах, но у народов, которые столетиями не занимались молочным животноводством, данный фермент перестает вырабатываться сразу, как ребенка-мать перестала кормить своей грудью. К примеру, в Дании, где исторически молочное животноводство развито многие столетия, всего 2% населения не способно переваривать лактозу, у евреев 58%, а у многих арабских, индонезийских, африканских народов до 95%. Но не путайте разные процессы, дорогие товарищи. То есть, когда говорят про неусвоение молока, речь идет о неусвоении молочного сахара, лактозы. Больше не путайте это. И я прошу это, разумеется, не у авторов, выше приведенных вопросов ко мне, а у простых обывателей, особенно больших бабушек, не специалистов. Это было необходимое отступление для уточнения и понимания данной темы в целом. А вот с казеином и галактозой все сложнее. Но когда стали исследовать и японских детей, а в Японии традиционно люди ранее не употребляли молоко коров в пищу вовсе, у которых обнаружили сахарный диабет первого типа, ученые выяснили, что выявленный диабет был у тех детей, матери которых употребляли коровье молоко в пищу. Перейдя на американский стиль питания и европейскую кухню, которые употребляли коровье молоко во время беременности и кормления грудью своих детей, некоторые из данных японских женщин вообще проживали за пределом своей родины. И это понятно, ведь казеин коров, пусть и только часть белков, с молоком матери, не перевариваясь в полной мере, может пройти в организм ребенку, что и происходит. Ребенок, потребляя молоко матери, получает диабет первого типа, тем более проигнорировав факты, учтя только то, что японцы по документам не потребляют коровье молоко, но сахарный диабет первого типа, и у них тоже бывает, решение было принято на самом верху, дополнительно разбираться не стали, и истинную причину возникновения диабета первого типа не указали. И как принято в подобных ситуациях возникновение, то есть причину диабета первого типа, списали, то есть переложили ответственность на вирусы, на эти любимые вирусы. А кому-то было выгодно и необходимо сохранить молочную индустрию, и не только ее, и фармацептическую индустрию, следующую за молочной и другими противоестественными, бесчеловечными индустриями современной цивилизации. Риск заболевания сахарного диабета первого типа во взрослом возрасте тем выше, чем больше коровьего молока потреблялось в младенчестве, самими детьми и их матерями в период беременности, кормления грудью и даже потребления молока до зачатия. Помните, козеин остается в организме надолго, как и галактоза, в отличие от лактозы. Он может откладываться в организме в разных его частях. Непереваренный козеин, а часть молекул не разбирается в желудке, да аминокислот, вот в этом-то и дело, попадает в виде разрозненных частей. Иногда целых цепочек белковых молекул в 12-перстную кишку, где белки уже не могут разобраться до аминокислот, ни при каких обстоятельствах, в том числе по причине щелочной среды в самой кишке, то есть ПАЖ 12-перстной кишки. Даже у мясоедов, у которых ПАЖ желудка всегда кислая, более кислая, чем норма, вследствие сильного окислительного воздействия от потребления животных белков от огромного количества азота, находящегося в этих белках, ПАЖ 12-перстной кишки всегда остается щелочная. Как, впрочем, и все иные среды здорового организма, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, сасываясь кровь в тонком кишечнике, неприваренные молекулы белка попадают в любые ткани нашего организма. Если печень не смогла доразобрать этот белок, иногда это не получается в полной мере, тогда при контакте антител, уничтожающих свободные белки казино, это наши иммунные клетки организма, антитела, с поджелудочной железой, с островками лангерганца поджелудочной железы, те самые островки, которые вырабатывают клетки, бета-клетки, вырабатывающие инсулин, происходит вышеуказанный процесс аутоиммунного характера, приводящий к цепным реакциям, уничтожающим клетку за клеткой, в данном случае островков лангерганца, вот эти бета-клетки. Этот сбой работы иммунной системы или цепные реакции вызывает разрушение в разной степени вот этих бета-клеток островков лангерганца поджелудочной железы, Вызывая это страшное аутоиммунное заболевание, при котором наш собственный иммунитет, наш же собственный организм, вместо защиты начинает разрушать родные собственные клетки, принимая их за чужеродные вредоносные клетки, антигены, агенты. Этот механизм лежит в основе любого аутоиммунного заболевания. Основа любого аутоиммунного заболевания, будь то болезнь крона, муковиццидоз, ревматодийный артрит и прочие сотни аутоиммунных заболеваний всегда один. Это высокомолекулярные белки, в первую очередь животные белки. Ведь последовательность аминокислотных звеньев в клетках, островках Лангерганса и в казеине, молочном белке молока коров, совпадают до удивления. Это факт. И об этом я уже писал в своих статьях по молоку. Прошу прочесть, прошу посмотреть эти видео, кто ленится читать, кто не читал, не видел, и дать другим. Это ваш гражданский долг, я так считаю. Дайте особенно тещам, большим бабушкам, любителям верований и так далее. Совпадает это все до удивления. И настолько, что уничтожая обрывки цепочек молекулы казеина, антитела нашей иммунной системы иногда переключаются на бета-клетки поджелудочной железы, уничтожая их. Возможно, в этом есть какой-то высший смысл. Но сейчас разговор о фактах, а не почему так сотворила природа или боги или бог, кто во что верит. Иногда уничтожаются не все клетки островков Ленгерганса, а только их часть. Но иммунные клетки успевают и продолжают уничтожать вновь нарождающиеся бета-клетки с такой скоростью, что несмотря на то, что процесс репликации новых клеток хоть и идет, но скорость уничтожения он их превалирует. Либо соотносится по скорости образования новых. Иногда часть клеток островков Ленгерганса может остаться живыми и целыми. Кстати, у нашего организма есть дублирующая система и возможности. В данном случае, если проблема не сильно запущена, и бета-клетки на островках Ленгерганса еще остались, или остались на панкреатическом протоке, то тогда при благоприятных условиях изменения питания, образа жизни могут нарасти новые бета-клетки даже при их разрушении на островках Ленгерганса. Вылечиться возможно. Обязательно посмотрите мою лекцию «Сахарный диабет первого и второго типов». Но для этого недостаточно, как при простом диабете второго типа, перестать употреблять химические сладости, мучные хлеббулочные изделия. Для излечения диабета первого типа необходимо перейти на видовое, живое человеческое питание. Если вы не перейдете на сыроедение, веганское овощное сыроедение, с преобладанием зелень, соков овощных и так далее, то вы не излечитесь от сахарного диабета первого типа, поэтому он считается неизлечимым. Безусловно, он неизлечим, если вы останетесь на том же питании. Об этом и говорить даже не стоит, безусловно. Химикаты не помогут, что естественно. Таким образом, данный тип диабета, ахать и тяжек, но еще возможно повернуть процесс разрушения вспять. Как бы аннулировать, прерывать цепные реакции, разрушающие бета-клетки астрофов Ленгерганса? Если, конечно, человек совершит кардинальную перестройку функционирования своего организма, как бы перезапустит жизненную программу заново? Если он найдет себе силы, а главное разум, перейти на адекватное физиологии человека питания, разумеется, исходя из текущих проблем и возможностей своего организма в данный момент времени. А тут нужно учесть множество факторов текущего состояния организма человека. Возможно, придется долго к этому идти, а иногда времени остается мало, и нужно не упустить его попросту. Это все индивидуально, и решать это нужно каждому самостоятельно. Но другого и кардинального пути исцеления нет и быть не может. А исцеление возможно. Не надо вешать голову. А что же ученые? А ученые идут в ином направлении. А именно, их усилия направлены на создание вакцины, подавляющей те антитела, которые разрушают бета-клетки островков Ленгерганса поджелудочной железы. Но вспомните проблему лейкоза. И что делают врачи? Вместо устранения гнойных токсинов в костном мозге трубчатых костей, а реальные причины лейкоза – это запуск цепных реакций, печатание огромного количества лейкоцитов без остановки данного процесса при накоплении критического количества гнойных токсинов в трубчатых костях и предотвращение попадания новых, изменением питания и немедленной очисткой организма, то есть вместо устранения причины болезни, они пытаются лечить следствие, впрочем, как и со всей остальной медицины, практически, кроме хирургии. Но лечение следствия, а не причины, как вы понимаете, это то же самое, что залепливать дырки в плотине глиной, все равно размоет. Они облучают организм и проводят химиотерапию до стадии, когда выключается или так сильно подавляется иммунная система, что перестают синтезироваться иммунные клетки лейкоциты, по аналогии любые иные клетки иммунной системы. Но причина проблемы не устранена, и лишь на время появляется эффект видимого выздоровления, облегчения, ремиссии, так как перестают синтезироваться в таких количествах лейкоциты, снижается температура тела и так далее, но последствия данных процедур выплывут, так сказать, в другом, и обязательно в скором времени. За редчайшим исключением, когда причиной положительного улучшения состояния такого больного является кардинальная перестройка функционирования обменных процессов по тем или иным комплексным причинам, которые не всегда учитываются, а порой и вовсе не учитываются медиками. Но не только сами по себе белки животного происхождения, в том числе и молочный белок Козин, являются причиной аутоиммунных и иных заболеваний. Жизнь это не только существование белковых тел. Все просто, но не примитивно. Жизнь разумна, и одной биохимии нельзя объяснить все процессы в природе. Не забывайте еще и о том факте, что любая клетка, имеющая ДНК, несет и оставляет в организме, в том числе в крови, а посредством крови идет прямое воздействие на все органы и иные ткани, своей информационной, голографический след, то есть матрицу. Эта информация абсолютно материальна. Как правильно физик сказал в письме своем, первое письмо вспомните. Но наука честная, современная наука, она все это уже понимает. Так вот, эта информация материальна, и она не стирается долго. Она воздействует на биохимические и иные процессы в организме, в любых его органах, частях, очень продолжительное время. И приводя здесь аналогию по мясоедению, мясо несет эманации боли, горечи, смерти, насилия, страданий, которые обязательно человеку на энергетическом уровне даст разрушение организма, раннюю смерть, тяжкую смерть, и будущую незавидную карму. Помните и об этом. Поэтому не только само исходное вещество, но и его энергетическое информационное поле, а я очень рекомендую изучить волновую генетику, оставляет след и воздействует на те железы и иные ткани, которым нет прямого доступа и контакта с самого вещества. Но кровь несет эту информацию, и волновое воздействие может оказаться точно такой же силы, как от непосредственного воздействия самого вещества напрямую, особенно у взрослых. И прочтите внизу статью о молозе виз запуске механизма проникновения в кровь непереваренных белков, проанализируйте, почему же так устроено. Будет, может быть, понятно, почему у взрослых больше идет волновое информационное воздействие, а у детей прямое биохимическое воздействие. Если же исходное вещество, соединение, является сильным антигеном или мутагеном, несовместимо с нормальным функционированием организма, то такое воздействие посредством голограммы будет максимальным и продолжительным во времени, способным провоцировать органические изменения любой ткани в организме и серьезные изменения в работе всей иммунной системы. Благодаря новой науке волновой генетики теперь объясняются многие ранее непонятные явления в биохимии и биофизике, когда виден неоспоримый факт, но нет понимания объяснения, как это произошло. И тогда, чтобы объяснить видимое следствие в качестве истинной причины болезни, многие ученые начинают притягивать за уши любые домыслы и гипотезы, которые могут быть похожими или сойти за правду, тем самым оправдывая в научном кругу и перед лицом общественности свой статус. Таким образом, формулируя свои гипотезы и убежденности, ученые создают якобы научные постулаты и догматы, но люди так и остаются со своими болезнями, со своими проблемами наедине. Такая констатация фактов, в кавычках, в последней инстанции, да, воспринимается населением как истинно не требующая доказательств, не подвергается она сомнению, и все в том убеждены. Например, считается, что сахарный диабет первого типа, ремотоидный артрит или бронхиальная астма неизлечимы в полной мере. Если же тяжкая болезнь скосила человека, его начинают лечить, проходит время, пациент бегает, потом уже его и возят, порой бывает и такое, по врачам. Порой полжизни проводя в больницах, как на работу ходят, привыкают уже, но болезнь как и была, так и есть, возможно, даже усугубилась со временем, что не редкость. Слышали о таких больных или их мытарствах, а? Да, некоторые люди начинают сами искать первопричину, пытаются сами разобраться, почему же медицина, все развивается, а болезней все больше, и они все неизлечимее, а также все молодее и молодее. И некоторые люди все же доходят до понимания того, что то, что мы потребляем в себя с пищей, именно из этого строятся клетки нашего организма. А если пища невидовая, если она мертвая, то есть донатурированная, вареная, жареная, если это диетические, в кавычках, паровые котлетки, бульончики с компотом, а тем паче гамбургеры, хот-доги с газировкой, то чудо никогда не произойдет. Из мертвой пищи живая клетка не построится. Это невозможно, в принципе, это противоречит законам бытия, природы, логики. Очнитесь. Почти все люди больны в той или иной степени, конечно. Да и болезни-то все становятся страшнее, и заболевают ими уже дети, чего еще 20-30 лет назад не было. А мы воспринимаем уже это как должное. Да, теперь обыватели все болезни на экологию списывают. Ну, еще на нервы, конечно же, на вирусы, безусловно. Как же без них, родимых? Как просто все свалить на то, что нельзя или очень трудно, не изменив кардинально самого себя и свою жизнь, самому изменить? Так легче жить, правда, но это не жизнь человека, а жизнь зомби. У детей месяцами сопли. Ну, что же такое сейчас бывает, у всех сопли, говорят многие. Вот так понизили планку в очередной раз, и так по всем болезням. Так скоро будет нормой атеросклероз в 10 лет. Чем вы питаетесь, люди? А? Очнитесь. Вы что, для брюха живете своего? Ну, тогда так честно и скажите, будьте же людьми, а не слезняками. Зачем себя так дешево обманываете? Это глупо и мерзко. Это же маразм. Ну, извините за отступление от темы, от сути темы данной статьи, но это важно для понимания безумия в сознании общества и некомпетентности специалистов, так сказать, по левому уху, и всей системы в целом. А моя жена, кстати, в дни написания вот этой статьи в 12-м году слушала радио «Серебряный дождь». Вел передачу Михаил Козырев. Он рассказывал, что после окончания медицинского института его призвали в армию, где он работал в медчасти по прямой специальности. Что же он там видел? К нему приходили солдаты, молодые ребята, имеющие от природы еще большой потенциал жизни из-за построчности, которые просто гнили заживо. Жуткие гнойники, волдыри, свищи. Вот мне интересно, почему так? Может, причина была в облучении радиации? Может, плохая экология? Или солдаты сильно нервничали? Может быть, они перетрудились от этого? Поголовно у них возникали эти гнойники? Ведь многие обыватели видят причину болезни именно в этом. Все болезни от нервов? Бу-бу! Кошмар! Какие гениальные познания! Какая прелесть! Какой уровень понимания! Но возьмите с полки без штекса. Да нет, все проще, как всегда. Оказывается, и Козырев прямо об этом говорит. Солдаты питались практически только картошкой с хлебом. Иногда супом, куда добавляли кусочек сала. Кстати, любимого многими. Овощей же и фруктов не было, вообще не давали. Живую пищу они не потребляли вовсе. Как и мой близкий друг, который умер в 36 лет от геморрагического инсульта со смещением головного мозга. Возникшего вследствие отсутствия в его питании живой растительной пищи и воды. То есть, ел только варенку, колбасы всякие, газировку и так далее. Так все понятно и неизбежно. Так и должно случиться. Это норма. Это нормально. Чудес-то не бывает. А только есть разумные причины и естественные следствия этих причин. Вы думаете, что все это можно назвать едой? То есть, все эти донатураты, включая макароны, твороги, колбасы. Нет, конечно, это не еда. Так как такой еды нет в природе и не надо тут умничать больше. Но нету ее в природе. И это полностью мертвая, искусственно сотворенная, слепленная поварами масса, не только не приносящая питательные вещества организму, но и разрушающая и выводящая остаточные его запасы, отбирающая последние ресурсы и жизненные силы организма. Вот и все. Но если уж Мечников академик говорил, что толстый кишечник человеку не нужен, а еще в 80-е годы 20-го века врачи вырезали аппендикс новорожденным детям, а чтобы потом не удалять, говорили, то о чем вообще можно говорить? И чему удивляться, мракобесие, самомнение выше себя поставили, чем законы природы? Ну вот и получайте. Вот эта абсурдная система, перевернутая с ног на голову, и есть секта, кстати. Бабушки, бабушки, секта это слепое стадо, это больное общество. Вот как раз сектантами некоторые недалекие люди называют веганов и сыроедов. Да нет, секта это вы, мясоеды, потому что вы не понимаете, во-первых, что вы говорите. Вы как попугай произносите с чужие фразы. Вы не понимаете суть процессов. Вы потираете брюхо, любимое. И от брюха хотите оправдать все, в чем не разбираетесь. Процессы, которые не понимаете и не понимаете даже, что вы говорите. А в последние годы говорят они абсолютными аллогизмами, поскольку логика для большинства людей сейчас просто недоступная роскошь. Так вот не путайте и не переворачивайте жизнь наизнанку. Большие бабушки и тетушки, разумные люди, но попытайтесь объяснить вот таким бабушкам и тетушкам. Это очень трудно понимаю, но все зависит от подхода, от силы слова, от железных законов природы и логики. Поэтому многие тяжкие заболевания, возникающие от неестественного нечеловеческого питания, следствием которой являются болезнь всего организма в целом, а есть одна единая и комплексная болезнь, это потом отдельные и явные следствия. Системные болезни под истинным и должным названием мертвая и неестественная пища появляются в виде колитов, панкреатитов, гормональных нарушений, опухолей, артритов и язв и так далее. То есть в виде таких привычных и понятных диагнозов. Но изначально причина одна, это болезнь всего организма. А название болезни, десятков, сотен, диагнозы врачей тьма. Но первая причина одна, это накопление гнойных токсинов и трупных ядов, которые в полной мере не выводятся из организма, накапливаются в нем вследствие неадекватного, неестественного, невидового человеческого питания, а тем более питания денатурированного, мертвого, вареной жареной пищей. А теперь многие ученые приписывают непонятные для них болезни вирусам, это теперь модно. Когда причина не ясна или нет желания разобраться, но надо показать компетентность, не впасть лицом в грязь, что называется, перед пациентами, или перед комиссиями, так сказать, медицинскими какие-то при повышении квалификаций, хотя и принимающие комиссии те же люди. Когда надо выбрать деньги из института на какие-то гранды, программы, приписывают болезни и генам, уходя в такие дебри, что порой путают сами себя и через некоторое время пишут, что последние исследования показали, что причины такие-то такие, ну то есть иные. Причины же истинные, за редчайшим исключением, всегда ясны, просты и лежат на поверхности, как и все в природе, по-другому не бывает, все гениальное просто, в том и истина. Что же касается денатурации белка, который в полной мере, по мнению большинства людей, как обывателей, так и медиков, желудки благодаря специфическим ферментам и соляной кислоте разбираются до аминокислот, я поясню ниже, хотя об этом уже многократно говорил. Хочу для конкретизации и акцентирования внимания привести в пример и прокомментировать конкретный вопрос читателя, отрывок из него. Для меня непонятно, пишет читатель, если денатурированный белок разобран в желудке на аминокислоты, то чем эти аминокислоты отличаются от живых? Помните, письмо это. Это другие замеры. Почему паразитам не по вкусу живые аминокислоты, они что, из другого теста сделаны? Почему им только денатурированные подавай? Некоторые утверждают, что и глюкоза может быть живой денатурированный. Отвечаю на вопрос читателя, слушателя, хотя тут сразу пять вопросов. Итак, здоровые клетки нашего организма питаются белками, в смысле строительного материала, которые синтезируются в нашем же организме из аминокислот, то есть из составных частей белков, полученных при расщеплении живых белков из растительной пищи и усвоенных из тонкого кишечника в кровь, или синтезированными симбиотической микрофлорой толстого кишечника, всасываемых также в кровь. Второй способ усвоения белка работает только в том случае, если толстый кишечник чист и симбиотическая микрофлора, синтезирующая аминокислоты и витамины, не подавляется патогенной микрофлорой кишечника. Есть и третий способ получения белка через азотофиксирующие бактерии специфические толстого кишечника, но работать этот способ может только у, возьмем в кавычки это слово, очищенных веганов-сыроидов, то есть со временем. И начинает работать не у всех. Обязательно посмотрите мою лекцию дисбактериоз, полную версию, 50-минутную. Дело в том, что в желудке не весь животный белок, в отличие от растительного, разбирается до аминокислот, и часть белковых молекул проникает через тонкий кишечник в кровь и попадает в любые части нашего организма. И это в случае, если белок животного происхождения живой. Часть белков печень может реанимировать, но на это уйдет огромное количество энергии, АТФ, ферментов, витаминов, то есть больше, чем человек может получить взамен. С мертвыми белками все гораздо сложнее. Но действительно, в изомерах дело тоже, конечно же. Вы просто молодец, человек пытливого ума. Каждый белок, а у людей, у бактерий, у любых организмов, он строго специфичен не только для каждого вида живого существа, но и для каждой особи, каждого организма в отдельности. Белков в нашем организме великое множество, и они синтезируются в зависимости от потребностей и возможностей нашего организма в данный момент времени, а также от воздействующих на организм факторов окружающей среды. Но у всех белков есть одно общее свойство. Из курса органической химии и биохимии мы знаем, что белки имеют пространственные многомерные конфигурации, замеры. Это же не плоские формулы, написанные на листе бумаги. А теперь главное. Все живые аминокислоты являются левовращающимися пространственными изомерами, то есть L-изомерами. Но после термической обработки иной смерти белка все аминокислоты превращаются в мертвые, правозакручивающиеся изомеры становятся D-изомеры. И это огромная биологическая проблема, потому природа создала тысячи видов микроорганизмов-редуцентов, то есть разложителей в плане экологии, для утилизации, в том числе денатурированной органики, например, для быстрого разложения трупов животных после лесных пожаров. Это узкоспециализированные микроорганизмы в пищевом плане. Но высшие животные не питаются денатурированной вареной и жареной пищей в природе. Для них и для нас это не пища, а проблема, которая обязательно закончится бедой, рано или поздно. Я планирую написать статью о мясе и жирах, подобно моим статьям о молоке и молочным продуктам, где подробно разберу вопросы о белках и денатурации. На самом деле я скоро буду писать статью, а потом записывать видео про кетос, про кето-диеты, ошибки, заблуждения и то, что на самом деле она дает положительного. И о лектинах. Это две будут самые главные статьи, а потом и видео, наверное, по биологии. Но продолжим. Некоторым паразитам очень даже по вкусу живые аминокислоты. К примеру, бычий цепень, он очень хорошо питается, в том числе живыми аминокислотами, всасывая их из человеческого тонкого кишечника, где он и обитает. Разумеется, тех людей, кто им заражается. Ведь многие черви тоже являются паразитами. Есть паразиты, которые могут питаться и живыми, и мертвыми белками, и аминокислотами, как и витаминами, минералами и другими питательными компонентами. Что же касается тех условно паразитов, которые питаются именно денатурированной мертвой пищей, в том числе и мертвыми белками, то эта мертвая денатурированная масса просто является их естественной пищей. Это их узкая пищевая специализация, как особо специфических видов. Это в основном бактерии, вирусы и грибки, и некоторые, да, черви. Такие пищевые специализации широко распространены в природе, впрочем, как и узконаправленные пищевые специализации многих симбиотических организмов. Патогенные микроорганизмы, обитающие в нашей пищеварительной системе, выполняют роль, с одной стороны, санитаров и помогают нам. Поедают то, что наш организм не может самостоятельно переработать и утилизировать. Они попадают к нам в организм всю жизнь с пищей, грязными руками и приживаются, находя свою пищу. Так природа нам дает возможность как бы разобраться и вывести случайно попавшую в наш организм неестественную, невидовую для нас или испорченную пищу, хотя и не без вреда для здоровья. А с другой стороны, интоксикаторов и в этом смысле паразитов, поскольку питаясь и обитая в нас, эти микроорганизмы вырабатывают продукты своей жизнедеятельности тоже в нас. То есть выделяют вещества токсичные, многие из которых не выводятся из организма человека и откладываются внутри любых тканей и полостях в виде шлаков и гнойных токсинов, постепенно отравляя нас день за днем. По мере их накопления организм начинает функционировать с ошибками, нарушениями всех биологических микропроцессов, в том числе биосинтеза белка и репликации ДНК. Таким образом, не за горами и следствия таких нарушений это болезни, в том числе и генетические, так называемые генетические. Главной причиной гнойных токсинов являются белки животного происхождения, то есть высокомолекулярные белки. И живые, и мертвые, мертвые в большей степени. Мясо они хотят, а не вы. Не забывайте про электрохимические сигналы ваш мозг от наших младших братьев, друзей, так сказать, которые всегда голодные и говорят «дай мясо». Не вы хотите. Вы не самостоятельно, пока вы рабы, пока вы слабы. Вас еще кто-то есть и всегда есть. Но проявите силу и скажите себе «я хозяин, а не эти». Глюкоза тоже может быть мертвый. Любая биохимическая пространственная живая структура изменяется при термообработке. Да, и по воде все верно. А почему? Это в самом конце статьи. Вопрос второй. Если я вас правильно понял, вы полагаете, что антитела на казин коровьего молока распознают и атакуют компоненты островков Лунгерганса, что приводит к их дегенерации. Однако у меня вопрос. Каким образом индуцировались антитела казина? Он не может проникнуть в организм в виде белковой структуры с антигенными свойствами. В данном случае даже с иммуногенными свойствами. Вначале белок должен протализировать плоть до аминокислот, а значит потерять свои свойства, индуцировать специфические гуморальные антитела. Ну и так далее, что человек писал. Ответ в принципе уже прозвучал, но я хочу остановиться подробнее на таком важном вопросе на этой теме. В том-то и дело, что могут проникнуть белки не переваренные с антигенными свойствами. Не все белки разбираются до аминокислот в желудке, не все. А начать надо с рождения ребенка. Тогда будет понятен природный механизм, который оставляет лазейку для всасывания отдельных белков у детей и даже у взрослых. Те антитела, а они тоже кстати белки, что грудной ребенок получает с молоком своей матери уникальный, они запускают иммунитет отделенного от материнского организма после обрезания пуповины ребенка. Кстати, лучше пуповину сразу не обрезать, советую изучить эту тему. Первое, что только родившийся ребенок должен получить в пищу, это молозиво. Это особое первое молоко своей матери. Молозиво сильно отличается по своим физико-химическим свойствам от будущего обычного молока той же матери. Оно содержит широкий спектр антител к тем болезням, которыми переболела мать новорожденного за всю свою жизнь. И это молозиво обладает рядом уникальных свойств и качеств. Молозиво или колострум это секрет молочной железы человека и любых млекопитающих животных, вырабатываемый в последние дни беременности и в первые дни после родов. От обычного молока оно отличается повышенной кислотностью, большим содержанием сухих веществ, особенно важных иммунных белков, главным образом альбуминов и глобулинов. В этом-то и дело. Запомните это. Жиров, минеральных веществ, витаминов и меньшим количеством сахара, олиго- и полисахаридов. Также в молозиве содержатся другие биологически активные вещества. Интерферон, иммуноглобулины, полипептид с высоким содержанием пролина, регулирующий иммунную систему, перпи, инсулиноподобный гормон, фактор замедляющий старение, вещества с кортизоноподобными свойствами, ростовый фактор, ферменты. По набору и сочетанию питательных веществ молозиво незаменимая пища для новорожденных детей и детенышей любых видов животных. Если ребенок не получил сразу после рождения молозива своей матери, он будет болезненным и слабым здоровьем во второй части своей жизни как минимум. У него не будет такого жизненного потенциала, как у тех, кто естественным образом вскармливал детей своих. В отличие от молока, молозиво содержит намного большее количество иммунных тел и антиоксидантов, оказывает послабляющее действие, стимулирует естественную биологическую деятельность пищеварительного тракта и всего обмена веществ целым. Молозиво помогает новорожденному ребенку приспособиться к внеутробному существованию. Для промышленной переработки молозиво непригодно, при пастеризации быстро свертывается. Продукты, приготовленные из молозива, не хранятся и разрушаются. К составу обычного нормального молока молозиво приближается у человека к 3-4 суткам после родов, у животных к 7-10 дню после родов. Таким образом, при скармливании молозивом в организме новорожденного, в первые две недели жизни формируется иммунная система. Впоследствии она только развивается и укрепляется, но зарождается в эти первые две недели. И вырабатывается так называемый пассивный естественный иммунитет. Это иммунитет, приобретенный без перенесения заболеваний. Тоже помните об этом? Вот почему те мировые силы, которые хотят подорвать здоровье любой нации, через простых, ничего не понимающих врачей, не разбирающиеся в иммунологии, вакцинируют беременных женщин и новорожденных детей. Враги человечества. Те антитела, которые ребенок получает с молоком своей матери в первые часы и дни жизни, не перевариваются в желудке. Внимание! И попадают в кровь непереваренными. Они не должны быть переварены в желудке ребенка, и это разумно. Чтобы запустить иммунитет ребенка, они должны попасть в кровь цельными, живыми, без изменений. Именно таков механизм создала природа, логичной, естественной, понятной. Так и происходит. И эта уникальная способность непереваренные или частично непереваренные белки, низкомолекулярные белки, усваивать из кишечника в кровь, остается и у взрослых в той или иной степени. Если же попавшие в кровь непереваренные белки антигена идентично человеческим, с похожим расположением аминокислотных звеньев, участком наших органов и тканей, то наша иммунная система уничтожает данные антигены в крови и тканях, иногда переключается и на уничтожение своих родных, собственных клеток. Развиваются тяжкие аутоиммунные заболевания. Их сейчас очень много, и они молодеют с катастрофической скоростью. И говоря вообще об идеальных белках, в кавычках, об идеальных белках сознания обывателей, то есть о мясе животных, о мышечной ткани, то есть о мышце трупов убитых животных, где есть все незаменимые аминокислоты, как и в наших тканях, про которые так любят вещать врачи с телекранов, надо сказать, что как раз идеальные белки для нас самые опасные. Нам они не нужны, и нам они не естественны. Сам организм высших животных должен синтезировать свои, те самые уникальные, идентичные, необходимые белки из аминокислот, которые человек всегда получит в пищу, из естественного, природного видового рациона питания, то есть из овощей, фруктов, орехов, зелени, грибов. Тот факт, что наши мышцы и иные ткани состоят из идеальных белков, не является основанием. Утверждать то, что для строительства и замены своих старых клеток на новые, из которых состоят наши ткани, мы должны потреблять подобные ткани других животных, из каких состоимы сами мы. То есть обгладывать трупы убитых и жареных животных. А паровые котлетки то же самое, только в культурном виде, для больших бабушек, не желающих расстаться со своими запасами по окружности. Это что за глупости? Что за невежество и дикость? Примеры из природы приводить не буду. Слишком уж они очевидны. Синтез, дорогие товарищи, синтез. Биосинтез белка. Процесс, который идет в каждой клеточке нашего организма, в рибосомах. Когда из аминокислот синтезируются белки, необходимые данной клетке и данной ткани, данному органу. Так происходит у всех постоянно. И потому в пищу нам вообще не белки нужны в этом смысле, а составные их части. То есть аминокислоты, которые есть во всех растениях. И есть много растений, где есть все незаменимые аминокислоты на самом-то деле. И никто не мешает съесть разные аминокислоты. То есть разные растения, чтобы получить все, включая все восемь, из восьми незаменимых аминокислот. Например, в конопле их есть все восемь. Более того, трептофан, аргинин и другие незаменимые аминокислоты там содержатся в гигантских количествах. Даже в больших, чем в пропорции в том же куске ткани убитого животного, то есть в мясе. Еще раз повторюсь, любой, даже самый простой и легко усвояемый растительный белок, чтобы наш организм мог его усвоить, а вернее использовать его и построить из него наши клетки организма, наши родные нужные нам клетки, обновляемые, необходимые. Так вот необходимо разобрать этот белок, даже легкий, до аминокислот в ЖКТ, и построить уже в тканях наш, то есть наш животный и идеальный для нас белок, то есть совершенно другой белок, уникальный. Вот эти животные, белки, ну, трупы животных в любом виде, не являются нашей видовой пищей, поэтому часть из них просто гниет в нашем пищеварительном тракте, разлагаясь патогенной микрофлорой до гнойных токсинов в конечном счете. Так вот часть, если белки попали к нам в организм в недонатурированном виде, могут разобраться в желудке доминокислот и участвовать в биохимических процессах, в том числе биосинтезе белка, а часть может проникнуть в кровь в непереваренном виде, и тогда будут уничтожены иммунные системы, иногда не без тяжких последствий, о которых я упомянул и еще не упомянул выше. Если непереваренные животные белки прошли в неразобранном, неизмененном, то есть цельно высокомолекулярном виде, то есть через ЖКТ в кровь, то они обязательно будут иметь антигенное, иммуногенное воздействие на организм. Вот и все. Поэтому-то все животные, чужеродные для нашего организма белки, которые синтезировались вне нашем организме, которые были созданы в организме других животных для выполнения четких и конкретных задач данного животного, являются антигенами, но не все они успевают провести свое вот это антигенное воздействие по вышеперечисленным причинам. Не все животные белки вызывают аутоиммунные заболевания, по крайней мере не так явно, не так быстро, не в той степени, как козеин коров. У каждого вида животного козеин молочный белок уникален. Его структура особенная и предназначена природой для полного усвоения только внутри своего вида и только детенышами данного вида и данной особи в молочный период их вскармливания. Телятами, козлятами, поросятами и человеку в полной мере, естественным путем переварить и усвоить чужеродный козеин невозможно. У людей, даже у грудных детей, нет фермента ренина, причем специфического, телячьего, кошачьего, поросячьего нету. Ключ к замку не подойдет. То есть, если бы ренин каким-то чудом и вырабатывался в желудке ребенка, хотя этого не происходит, то и в этом случае он бы не подошел для переваривания телячьего козеина. У людей, тем более у грудных детей, практически нет защиты от козеина. Это очень сильный, это особый белок. Он долго находится в желудке человека, долго не переваривается, он не может перевариться полностью и непереваренные его части практически в исходном виде проникают в кровь. Особенно быстро и в большом объеме это происходит у ребенка, который еще имеет способность пропускать большое количество, непереваренных белков напрямую в кровь, поскольку должен получать таким способом иммунные белки и молока своей матери. Но ребенок еще не имеет механизмов защиты. Иммунитет только формируется, укрепляется, мать должна передавать ему родные свои антитела, а его пичкают антигенами. Молоком чужеродным, не матери. И патогенная микрофлора, которая способна частично убрать антигенный фактор, у грудничка и младельца еще тоже не развита. Не успела она размножиться в должном количестве. Если ребенок в первые дни своей жизни получал козеин из молока, коровьего, козьего, то у него велика вероятность, помимо других проблем со здоровьем, которые неизбежно будут приобрести и сахарный диабет первого типа, как это и происходит в жизни. Поэтому эксперименты над детьми делают не родители, которые поняли и прекратили кормить своих детей трупами и молоком животных, а именно большие, кричащие бабушки и тетушки, которые заставляют и норовят накормить внуков или детей гноем и клеем. Уж извините, говорю как есть по сути, пусть и грубо, да именно гной и клей. Важно! Кровь с молоком. Молочная железа – это уникальный симбиотический аппарат природы, который фильтрует иммунную сыворотку крови матери. Через кровь и лимфу ребенок с молоком своей матери может получить гнойные токсины, если мать потребляла до и в период беременности животные белки. Фильтрует иммунную сыворотку крови матери в качестве молозива – молока. Просто добавляя к ней питательный жир, белок. То есть молоко, дорогие друзья, это иммунная сыворотка крови плюс жир, плюс белок, плюс минералы и другие компоненты. Жидкая составляющая часть молока – это абсолютно та же по составу сыворотка крови. В молоке, как и в крови, находится именно весь явный иммунитет, нужный организму. Природа подарила всем млекопитающим молоко не только для создания иммунитета у новорожденного, потому что у новорожденного еще своего иммунитета нет, но и еще для питания. Отсюда и все различия между молоком и кровью. Через кровь, помимо прочего, осуществляется и клеточное дыхание, и обмен веществ. Давайте посмотрим, что пишут некоторые ученые. Практика показывает, что низкомолекулярные иммунные компоненты сыворотки крови каким-то образом проникают через стенку пищеварительного тракта в организм больного неповрежденными и оказывают свое иммуноукрепляющее действие. Конечно, проникают, но не только иммунные белки. Если бы только. Ну и такие проникают, от которых у нас нет защиты. Природа их просто не предусмотрела, потому что природа не предусмотрела извращений ее законов. А такая возможность проникновения открывается программой природы с рождения. И это прекрасно, если мы живем и питаемся по законам природы, как положено. И ужасно, если мы нарушаем вечные законы природы, видовое человеческое питание, впихивая в себя и в своих детей, что еще опаснее, такие вещества, на что нет защиты у организма, поскольку природа не предусмотрела извращение своего порядка и хода вещей жизни. Вот вам и болезни, а упитанные дамы, эти телесериальнофильные бабушки, обожающие телешоу, с большими врачами, вещающими то, что обыватели так хотят услышать, о правильном и сбалансированном, как их щеки и животы питаний, прямо-таки крутятся и подпрыгивают в желании закинуть очередную порцию клея в любимый организм внуков. «Ребенок должен расти! Бу! Мы все так ели! Ну, молодцы! Ну, просто прелесть!» А староверы Сибири хорошо сказали как-то одному знакомому моему, «Мы что, идиоты, запихивать в себя молоко и творог? Это пусть туристы едят!» Во что же превратился народ? В мегаполисе особенно. В иванов, не помнящих роства, в обывателей, утерявших родовые традиции, мудрость, понимание исконных и вечных и таких простых законов природы. А значит, утративших здравомыслие, здоровье, гармонию жизни и счастья, ну, что и происходит. Ну, вот я ответил на вопрос. Додумывайте сами, анализируйте, все так ясно, все так просто и все так очевидно. Я многое здесь уже сказал, особенно если совместить все три мои статьи. Пожалуй, стоит добавить несколько писем из сотен и тысяч, которые мне приходят в разные источники, в YouTube, блог, сайты, личные письма. А то ведь будут, найдутся опять такие, которые «вот, моя мама или моя бабушка всю жизнь в деревне, и там в 95 лет умерла, пила всю жизнь молоко и так далее». Вы этим абсолютно ничего не доказываете. А доказываете лишь то, что у вашей бабушки или мамы была крепкая генетика, что потенциал жизни у нее был лет на 140-150, она его, ну, угробила, скажем, на 30-50% быстрее, чем могла бы, если бы питалась адекватно и пила только молоко своей матери в грудничковом возрасте, а не лакала бы молоко коров и коз других видов, животных, с другой программой, другой биохимией всю жизнь. Поэтому не надо про это говорить, тем более, что существует большее количество писем, чем вы, горлопаны, вот это озвучиваете ради того, чтобы оправдать свое любимое питание, которое я вам сейчас зачитаю про деревни, про продолжительность жизни, про качество жизни и болезни, про молоко. Давайте их тоже послушаем. Дина Лебедева. Ха-ха, здоровые деревенские жители, говорите? Хм, все мои бабушки и дедушки всю жизнь прожили в деревне на всем своем, натуральном. Мясо, яйца, молочка. Так они ничем не отличались в плане здоровья от городских жителей, при том, что не пили и не курили, кроме деда по отцовской стороне. Бабушка письма писала в 50 лет. Здоровье плохое. Что поделаешь, старость? Больные суставы, камни в почках, плохое зрение, и все умирали от инсультов, кроме того самого деда, который умер от рака легких, ну, который курил. И остальные деревенские жители, по моим наблюдениям, абсолютно здоровьем не отличались. И это все стереотип. Ну и в завершении, как обещал, пару слов о воде. В контексте нашего разговора данной темы. Да, я уже говорил и писал, что при нагреве выше 65 градусов все минералы в воде переходят в нерастворимую неорганическую форму и выпадают в осадок, и боли не могут усвоиться организмом человека, как и любыми иными животными. А если они попадают в организм, они приносят огромный вред здоровью и почкам, и всем системам организма. При кипячении, тем более повторном, в воде образуется дейтерий и тритий. Это так называемая тяжелая вода. Но, разумеется, несколько молекул на стакан воды. Так вот, по своим химическим свойствам соединения дейтерия имеют определенные особенности. Так, например, углерод-дейтериевые связи оказываются более прочными, чем углерод-противые, а из-за чего химические реакции с участием атомов дейтерия идут несколько раз медленнее. Этим, в частности, обусловлена токсичность тяжелой воды. Вода состава D2O называется тяжелой водой из-за большой разницы в массе протия и дейтерия. Да, дейтерия образуется немного, но, несмотря на малую концентрацию, тяжелая вода играют заметную, причем негативную, окислительную в том числе, свободно-радикальную роль для человека. Разные исследователи, независимо друг от друга, пришли к единому мнению. Дейтерия вреден для организма, домедляя рост и деление клеток, ускоряя старение. А травы и чьи, если хотите сохранить все минералы, ферменты, фитонциды и другие полезные вещества, содержащиеся в травах, нужно не заваривать, не кипятить, а запаривать в термосах, заливая водой, ну, скажем, от 40-50 до 70-80 градусов, но не более. Просто экспозицию делать дольше, чем рекомендуется при кипячении. Ну, а если нет времени и желания, гости нагрянули, то просто берите дистиллированную, либо воду после обратного осмоса, греете до 70-80 и запариваете. Чай заварится довольно-таки быстро. Желательно, конечно, потреблять иван, чай, травы, но не чаи, вот эти черные и зеленые, с кофеином и другими нежелательными веществами для человека. А воду надо пить, как говорила одна очень мудрая пожилая женщина и врач, кстати, детский врач, самый старый в официальной истории, по крайней мере, детский врач. Вот посмотрите, что она говорила про воду, писала о себе. И, кстати, что она описала и говорила про молоко. Вот отрывок, послушайте. Ну что ж, дорогие товарищи, вы услышали, увидели. Я все-таки надеюсь, что вы, мои старые зрители, покажут тем новичкам, кто пришел, пришел с агрессией, пришел, чтобы, так сказать, на канал вылить грязь и оправдать свою любимую сосиску в голове в виде молока, творога, сыра, мяса, неважно. Дайте им ссылочки на какие-то конкретные мои доказательства, которые я приводил многократно, в опровержении безумных слов в виде абсолютного отсутствия логики, аргументов, а лишь с большими желаниями потреблять то, что им вкусно, привычно, хочется и так далее. Ну, мало ли что хочется. Жить человек разумный должен не так, как хочется, так как правильно. А правильно в данном ключе нашего разговора это так, как предусмотрела природа для каждого вида живого существа на нашей планете. Подробно я описываю это в моем видео «Девять причин болезни». Рекомендую его тоже посмотреть. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что в каждом человеке все-таки здравомыслие и совесть, порядочность перевесят глупость, мракобесие, желание угождать своим порочно пристрастиям и привычкам в желание оправдать перед собой самим же эти привычки и пристрастия. Любой глупостью, даже глупостью попрания здравого смысла человеческого, логики, разума, рассудка и так далее. Ну что ж, надеюсь, здравомыслие победит. А всем порядочным, совестливым, хорошим людям я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, плодотворных трудов на благо семьи, на благо народа и нашей Родины. Всего самого лучшего. До новых встреч.